Законопроект 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 Ранее определился в своих судебных решениях по той или иной позиции, по тем или иным вопросам и выносит решения на основании ранее действовавших позиций. Теперь же суд может практически любое дело рассматривать без судебного заседания, если полагает, что ничего нового он не получит в этом судебном заседании. Таким образом уменьшается возможность гражданина представлять свидетелей, экспертов, возможность этого гражданина спорить с противной стороной и так далее. Но вводится так называемый предварительный конституционный надзор, что у юристов вызывает особое раздражение у многих юристов. Речь о чем идет? О том, что президент, только президент, обращаю внимание, имеет право при наличии какого-либо законопроекта в Государственной Думе обратиться в Конституционный суд с тем, чтобы получить суждение Конституционного суда о соответствии конституции этого законопроекта. Если Конституционный суд дал суждение о том, что законопроект является неконституционным, то на нем ставится крест, он уже не рассматривается далее в Думе. И у президента не нужно налагать вето на этот законопроект, он решает этот вопрос руками Конституционного суда. Мы вновь обращаем внимание на то, что продолжает утверждаться, продолжает расшатываться норма Конституции о приоритете международного права над национальным правом. Эта норма закреплена в статье 15 Конституции, в ней прописано, что норма международного права имеет приоритет над нормами национального права. Но у нас в разных вариантах проводится идея о том, что нет все-таки нашей законы выше, и Конституционный суд может, так сказать, представить возможность не исправлять, не выполнять эти решения. Конституционный суд становится более управляемым, сейчас 19 членов Конституционного суда станет 11, кворум Конституционного суда нынче 2 трети будет чуть больше половины, 6, значит влиять на него, конечно же, будет проще. Председатель Конституционного суда теперь не будет избираться судьями, а будет назначаться, что называется, со стороны, поэтому легче на него будет влиять. Ну и подвергается этим законопроектам сомнению принцип гласности Конституционного суда. Теперь особые мнения судей не будут публиковаться, сам судья, который написал особое мнение, не вправе будет его публиковать где-либо и ссылаться на него. Судья лишается права как-либо критиковать Конституционное решение. Ну и утяжеляется, наконец, процесс исполнения. Каждое решение Конституционного суда должно быть проходить через Верховный суд, на это дается 2 месяца, с тем, чтобы Верховный суд рассказывал и показывал по каждому решению, что оно подлежит исполнению. Поэтому продолжается тенденция к снижению роли Конституционного суда, и это подтвердило нам тенденцию последних двух лет, когда Конституционный суд отказался рассматривать жалобу 98 депутатов Государственной Думы по пенсионной реформе, и когда Конституционный суд безропотно, безупречно, без всяких особых дискуссий согласился с проектом новой Конституции Российской Федерации. Идет формирование бюджета на 2021-2023 годы. Я не буду останавливаться на параметрах, эти цифры всем известны, могу сказать только одно, что проходит это формирование под знаменем секвестра, который стыдливо наше руководство страны называет оптимизацией. Сейчас в комитетах идет рассмотрение государственных программ. По государственным программам, а их много, более 40, мы уже неоднократно выносили свои предписания. И практически каждый раз мы говорим одно и то же. Государственные программы включают в себя функциональные обязанности тех или иных ведомств и текущие расходы. Какие могут быть индикаторы или показатели, если в программе стоит чистый функционал? Естественно, никаких. И поэтому эффективность исполнения государственных программ практически очень низкая. Что в итоге получаем? В итоге получаем, что все наши требования, все-таки изменить подходы к государственным программам, не учитываются. Одной из первых рассматривалась государственная программа развития здравоохранения. Но никто не будет спорить, что сегодня это ключевая позиция в стране, потому как ситуация с пандемией достаточно сложная. Однако и здесь, в этой государственной программе, мы видим тот же самый секвестр, как, впрочем, и везде. В результате мы можем констатировать, что те задачи, которые стоят перед Министерством здравоохранения, перед региональными структурами здравоохранения, выполнить в полной мере вряд ли удастся. А теперь я хотела бы несколько слов сказать по поводу того, что происходит вообще по факту с пандемией в нашей стране. Я задала такой вопрос на комитете, когда рассматривалась программа по здравоохранению. Что я получила в ответ? Что резерв коечного фонда у нас есть, лекарствами обеспечены полностью, то есть особых проблем нет. Осталось спросить, где? В Москве и Петербурге? А что вообще в регионах происходит? А вот что? Вот мне приходят вот такие, ни одной мне, практически, ну всем депутатам приходят вот такие вот просьбы. Поехал на КТ, о результате сообщу. Двусторонняя пневмония, 50% поражения легких. Немедленно нужен врач и лечение. А дальше? А дальше скорая не едет. Врач говорит о госпитализации, госпитализировать невозможно, потому что нужно долго ждать скорую помощь. И такая ситуация практически по всем регионам. Вы знаете, я не нагнетаю, я не нагнетаю, я просто говорю о том, что с этой ситуацией нужно уметь справляться. К сожалению, мы этого не видим. Вчера я задала на комитете по здравоохранению, на комитете по бюджету в ходе рассмотрения программы развития здравоохранения еще один вопрос. Компьютерная томография, томографы. Очередь на две недели вперед. Понимаете, когда начинается двухсторонняя пневмония и когда нужно подтверждение вот этого диагноза, рентген не всегда это показывает. Нужна томограмма. Получается, что две недели, за две недели можно просто получить 70% поражение легких. И что дальше? Летальный исход? Я предложение внесла. Давайте мы посмотрим. Хотя бы на несколько районов, в регионах. Один томограф. Чтобы мог человек пройти эту компьютерную томографию. В ответ я получила, назовите мне хоть одну страну мира, где в каждом районе есть томограф. Циничнее ответа я еще никогда не слышала в своей жизни. А я хочу спросить, а назовите мне хоть одну страну мира, когда надо, чтобы сделать томографию, проехать 800 километров, а может быть и больше. Назовите такую страну мира, нет такой страны, а сравнивать с Люксембургом или Бельгией, какие бы они хорошие не были, я считаю, что это просто непорядочно. 60 миллионов рублей стоит томограф. И думаю, что мы в состоянии сегодня обеспечить этими аппаратами практически все региональные центры, и не только региональные центры, а еще и районные центры. Причем не в каждом районе, а группа районов, которые вот в непосредственной близости друг от друга находятся. Можно это сделать? Можно. Не делаем. Зато по две недели ждем очередь на томографию. Причем, если раньше она стоила примерно от 1700 до 3000, сейчас 6. То есть выросли расценки на вот эту компьютерную томографию. И это мы говорим о бесплатной медицине, это мы говорим о заботе нашего государства, о здоровье наших граждан. Поэтому у нас есть предложение пригласить на заседание Государственной Думы руководителя штаба по борьбе с ковидом, Голикову Татьяну Алексеевну, пригласить министра здравоохранения туда же и задать все-таки вопросы. Кстати, неплохо было бы и Попову Роспотребнадзор и потребовать. У них все полномочия есть, результатов не видно.